Так уж исторически сложилось, что Фокинский район долгое время был, так сказать, немного обделен. Большие спортивные стройки раз за разом обходили его стороной. А ведь Фокинка – родина десятков прославленных брянских чемпионов. Район с богатейшими спортивными традициями. Доподлинно неизвестно, почему так сложилось, но если советский район в спортивном плане всегда считался динамовским, то Фокинка была и остается районом спартаковским. Представители регионального отделения одного из старейших спортивных обществ страны всегда мечтали, чтобы у них был собственный дом. И вот в 2019-м по решению главы региона Александра Богомаза здесь, в центре Фокинского района, началось строительство современного спортивного комплекса, который будет окрашен в красно-белые цвета. Сейчас только в спортивных секциях школы спартака занимается порядка 500 мальчишек и девчонок, а спорткомбинат – один из региональных центров тестирования комплекса «ГТО». Будущий многофункциональный спортивный комплекс станет для жителей района настоящим подарком. Сделаны проекты, где есть и бассейн, и есть ФОК, то есть зал для занятия общим видом и спортом. То есть люди могут и приходить, кто и хочет поплавать, и дети заниматься спортом, это плаванием. И для всех желающих будет работать спортивный зал. Работы на объекте ведутся с опережением графика. На сегодняшний день материалами, и здесь находятся практически все материалы. Материалами обеспечены, людские ресурсы есть, техника есть. Ориентировочно где-то в ноябре месяце мы выйдем на пусконаладку полностью всего объекта. В ноябре, да? Да. То есть по срокам как бы идет. Котельная у нас смонтирована, газ сделан, теплотрасса сделана. Если комплексу в Фокинском районе еще только предстоит стать центром спортивной жизни, то следующую точку рабочей поездки главы региона можно без преувеличения назвать культовым местом для всего брянского спорта. Именно здесь, на катке Десна, начиналась писаться история брянского хоккея. Время, увы, не пощадило ледовую площадку. И тогда по решению губернатора Александра Богомаза здесь решено было начать масштабную реконструкцию. Хотя реконструкция – термин не совсем уместный. Фактически на месте старой ледовой площадки будет построен новый универсальный спортивный комплекс. Полностью ремонтируется гостиница для нашей молодежки, в которой ребята живут они сейчас в Фокине, будет жить прямо на месте. Будут сделаны две ледовых арены. Это одна, которая существующая, плюс вторая, плюс все тренажерные залы, плюс искусственный лед для занятия, для отработки техники для наших ребят, для детей. Ну и будут созданы условия для того, чтобы можно проводить соревнования в самом высоком уровне, в котором сразу может участвовать там порядка десяти команд. С двух часов до семи время команд много. Я их раскидал, и они пошли вот так кругом. Одни на земле, в спортзале, другие в тренажерном. Здесь тоже для них спортзал? Все для них. Только для них? Это все только для хоккеистов. Ну ладно, будем ждать чемпионов. То есть такого уровня у нас еще мало где есть в каких-то регионах. Большая часть строительно-монтажных работ на объекте уже завершены. Впереди одна из самых технологически сложных операций – реконструкция самой ледовой арены. На ледовую арену надо специализированную организацию, чтобы мы сейчас ничего не мудрили, самоделкой не занимались. Пусть специалисты как на Стародубе сделают, так и здесь сделают. Они же одинаковые площадки. А все остальное мы сентябрем должны закончить. Гостиница практически уже у нас отделка. Гостиница выполнена там на 38 мест. Дальновидная и продуманная политика руководства региона в сфере реконструкции, строительства и использования уже имеющейся инфраструктуры, а также активное участие в федеральных программах и использование средств областного бюджета позволит в перспективе создать в Бежице в шаговой доступности целый спортивный кластер. С суперсовременным легкоатлетическим стадионом, ледовыми катками, тренажерными залами, футбольными полями и даже собственной гостиницей. Все это станет фундаментом для воспитания нескольких поколений будущих брянских чемпионов. Дмитрий Кузнецов, Денис Пашков. События. Брянск.